На территории Блаковского муниципального района функционирует 39 детских садов, 37 в городе и 2 в селе Наталина и Маянгры. По средней заработной плате проанализированы все сады. В 14 детских садах заработная плата увеличилась по сравнению с прошлым годом. В 13 детских садах она действительно уменьшилась, в остальных осталась на уровне прошлого года. Поэтому сейчас мы упор сделали именно на эти 13 детских садов, где упала заработная плата. Но прежде всего мне хочется сказать, как переводится в субсидии. В соответствии с федеральным законом номер 273 ФЗМ образования в Российской Федерации, полномочия по обеспечению гарантии на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, соответственно утверждение нормативов финансового обеспечения муниципальных дошкольных образовательных организаций, возложенных на регионы. Соответственно для исполнения этих полномочий законом Саратовской области от 27 декабря 2013 года номер 233 утверждены нормативы финансового обеспечения дошкольных образовательных учреждений. И в соответствии с этими нормативами определяется субсидия. Это подушевое финансирование. То есть расчет идет из расчета на одного воспитанника детского сада. Но кроме подушевого финансирования еще учитывается ряд критерий. Прежде всего это в какой местности находится сельский или городская, разные нормативы. Какие группы, виды групп, то есть это общеразвивающая, компенсирующая или комбинированная группа. Везде разные идет норматив начисления. Количество часов, которые воспитанники находятся в детском саду, то есть это 10 или 12-часовые группы. И, соответственно, возраст. До 3 лет одни нормативы, старше 3 лет другие нормативы. Конечно, ясенные группы это самые высокооплачиваемые. В этом году у нас при приеме детей в детский сад сокращение ясенных групп на 246 человек. Ну, то есть примерно это за минусом 10 ясенных групп. Это серьезное снижение фонда всего муниципалитета. Кроме того, снижение воспитанников было еще в тех группах, которые были сформированы раньше. То есть если есть определенный норматив, ну, допустим, общеразвивающая группа, 20-25 человек, на протяжении трех последних лет осуществлялось сокращение. И по нормативу не дотягивают группы, которые были сформированы раньше. То есть в них осталось 12 человек, 13 человек. И в тех детских садах, где перекомплектация не произошла, а зарплату нужно начислять из расчета по нормативу 20-25 человек, а по факту поступают средства на тех детей, которые есть в наличии. То есть 12-13 человек. Это оттягивает фонд экономии. Кроме того, какие проблемы мы выяснили сейчас при проверке. В ряде образовательных учреждений произошло сокращение. Как я уже сказала, в связи с тем, что не набрали группы. И сокращение воспитателей, оно действительно произошло. И младших воспитателей. На одну группу приходится два воспитателя и один младший воспитатель. В связи с сокращением идут трехмесячные выплаты в соответствии с трудовым законодательством. Соответственно, это идет из фонда экономии. Кроме того, как выяснилось, в ряде детских садов были уволены пенсионеры. Но уволены не просто для, ну как бы уволены, а для перерасчета пенсии. И, соответственно, выплаты эти воспитатели получили за свои неотбулиные отпуска. За два месяца у кого, за два с половиной. Но через месяц они вышли на работу. И, соответственно, они опять потянули за собой фонд экономии. То есть тот фонд экономии, который предусмотрен, ну, по крайней мере, можно его использовать на дополнительные ежемесячные выплаты премиальные, он в ряде детских садов просто отсутствует. Как начисляется заработная плата? Заработная плата воспитателя состоит из оклада, который утвержден на федеральном уровне, и здесь мы ничего изменить не можем. Далее идут стимулирующие выплаты в зависимости от тех баллов, которые заработали воспитатели за предыдущий учебный год. Дальше идут компенсационные выплаты с учетом их стажа и категории. Это вот то, что обязательно к выплатам. И есть возможность повышать заработную плату воспитателя за счет ежемесячных премиальных выплат из фонда экономии. Вот в тех детских садах, где фонд экономии есть, то есть где вот этих всех моментов не произошло, соответственно, идут эти премии ежемесячные на выплаты. В тех детских садах, где фонд был потрачен вот таким образом, соответственно, этих дополнительных премиальных выплат нет. Кроме того, нам поступают сейчас сигналы, что заведующие не рационально начисляют, вернее, не в одинаковом размере начисляют вот эти премиальные выплаты ежемесячные. Кому-то больше, кому-то меньше. Соответственно, сейчас мы с этим тоже разбираемся. То есть если такие факты будут подтверждаться, ну, соответственно, вы дисциплируете изыскание заведующей, где, ну, то есть это люблю, это не люблю, это и дам побольше, это и дам поменьше. Здесь определенные должны быть, ну, как бы, критерии разработаны, все это должно быть запротоколировано. То есть здесь мы разбираемся. То есть понятно, что это работа не одного дня, ну, проблемы есть. В общем, надо было сколько времени? Ну, вот по проблемным детским садам мы сейчас на этой неделе все отработаем, тем более мы лично планируем выходить из контролюционных должностей, ведь это образование, чтобы ответить на вопросы всех работников, то есть мы лично встречаемся с коллективами. Но... В следующем году мы готовы быть ответить и сложить как-то вопрос. Да, то есть по тем садам, где вот идет уменьшение, по этим 13 садам, я думаю, что до конца недели мы это отработаем.